Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о виноградных подвоях. Как известно, в середине 19 века, когда филоксера попала с Америки на европейский континент, то 90 процентов виноградников Европы было уничтожено филоксеры. Так, филоксера, попадая в корневую систему взрослого плодоносящего куста, в течение 2-3 лет полностью ее уничтожало. У нее угнетался рост, постепенно она засыхала. Решение было найдено, когда с Америки начали заносить филоксероустойчивые подвои, которые произрастают в диком виде и на многие тысячелетия произрастая получила естественный иммунитет от филоксеры. В первоначальном этапе было завезено 3 вида подвоев. Это витис репария, витис рупестрис и витис берландери. Основными требованиями в первоначальном этапе к подвоям была устойчивость к корневой форме филоксеры. Но в последующем практика показала, что чистые американцы недостаточно устойчивы к активной извести и к карбонатам в почве. Путем дальнейших селекций межвидовых скрещиваний между американскими сортами начали появляться, можно сказать, подвои второго поколения. То есть скрещенные между этими видами, которые уже приобрели хорошую силу роста, устойчивость к филоксере и также устойчивость к солям, устойчивость к извести, к карбонатам, морозоустойчивые, засухоустойчивые. Я сегодня хочу рассказать о наиболее известных перспективных сортах винограда, которые, можно сказать, уже стали классикой. О них вы можете найти много информации в интернете. Сорта довольно-таки распространенные. По крайней мере, в нашем крымском регионе они были достаточно хорошо распространены. В первую очередь я хочу вам предоставить виноградный подвой под названием Reparia Rupestreis 101-14. Сорт был выведен в 1882 году во Франции. Сорт был широко распространен. Сила роста у нее средняя, но за счет того, что корневая система у нее находится на поверхности почвы, она незначительно улучшает и ускоряет срок созревания винограда. Молодые листья у нее кленовидные, желто-зеленого цвета. Видим, у нее такие вот желто-зеленого цвета. Усик у нее раздвоенный. Молодые листья у нее гладкие, без опушения. Между узлями у нее где-то 10-11 сантиметров. Лист у нее средней величины. Для определения листа желательно брать взрослый сформировавшийся уже лист на 8-12 узле, так как дакие листья имеют наиболее характерные для определенного сорта очертания. Листовая пластина у нее слегка морщинистая, светло-зеленая, без опушения. Зубцы на лопастях у нее вытянутые. Видим, вот зубчики на лопастях у нее вытянутые. А краевые зубчики у нее пиловидные. Видим, вот пиловидные краевые зубчики. Цветок у нее функционально женский. Образует маленькую черную ягоду. Устойчивость к активной извести у нее по шкале Галле, при котором не наблюдается хлороз, это 9%. А сорт сравнительно не требовательен к почвам. Следующий подвой, о котором я хочу вам рассказать, это Берландери Репаре Кобера 5ББ. Данный подвой наиболее широко распространен во всем мире. Достаточно такой универсальный подвой, который хорошо культивируется и произрастает. Селекция данного сорта была начата венграм Телеки и завершена австрийцем Кобером в 1904 году. Сила роста у нее очень большая. Положительно влияет на прибавку урожая. Но срок созревания немножко запаздывает. В моих условиях где-то дней на 5. Молодые листья у нее зеленовато-бронзовые, покрытые опушением. Вот видим, покрытые опушением слегка. Усик у нее, видим, двойной. Между узелем у нее где-то 14-15 сантиметров. То есть, видим, 14-15 сантиметров. То есть, достаточно длинные. Лист у нее крупный. Видим, у нее лист крупный, слегка вытянутый в длину, трехлопастной. То есть, раз, два, вот три лопасти. С выделяющей центральной лопастью. То есть, центральная лопасть у нее достаточно хорошо выделена. Листовая пластинка плоская, плотная, такая кожистая. А верхняя сторона темно-зеленого цвета. Слегка пузырчатая. Также характерной чертой кобера это основание жилок. То есть, пять жилок на основных, на листке. Видим, основание жилок у нее приобретает такой винно-красного цвета. Зубцы на концах лопастей у нее треугольные. То есть, видим, у нее зубцы треугольные на концах лопастей. А вот центральная лопасти, вытянутый зубец. Видим, на центральной он немножко у нас вытянутая. А краевые зубчики у нее широко треугольные. То есть, треугольник, у которого основание шире, чем боковые стороны. То есть, это вот называется широкотреугольными. Цветок у нее функциональный женский. Образует черно-синюю ягоду. Видим, образует она черно-синюю ягоду. Устойчивость к активной извести по шкале Гале, при котором не наблюдается хлороз, у нее 20%. То есть, данный сорт обладает наибольшим толерантностью к активной извести. Следующий подвой, о котором я хочу рассказать, это Берландери Репария Телеки 5С. Сорт был получен Александром Телеки. Так, я сейчас уберу кобер немножко в сторону, чтобы она вам не путала. То есть, вот он, Телеки 5С. Сорт был получен Александром Телеки в 1922 году. Широко распространен он в Венгрии. Является основным подвоем в этой стране. Сеороста большая. Урожай привитых на нем созревает немного раньше. То есть, чем он будет привлекательным. Молодые листья у нее зеленые. Видим, зеленого цвета с острыми зубчиками. Она немного острее, чем у кобера 5ББ. Усик преимущественно у него тройной. То есть, отличительными моментами является, что преимущественно у него тройной усик. То есть, у кобера, если удвоенный, то у Телеки 5С он бывает тройной. Междуузли у него 14-16 см. То есть, самые большие междуузли у данного подвоя. Так как сила роста у нее большая. Лист у нее крупный. Видим, у него достаточно крупный лист. Округлый, цельный. С едва намеченной тремя лопастями. То есть, три лопасти едва намеченные. Листовая пластинка сверху у нее сетчато, морщинистая. Блюдцеобразной формы. Голая, блестящая. Зубцы на концах лопастей высокие. Оттянутые в острию. Видим, видите, зубцы немножко остренькие на концах лопастей. То есть, на двух боковых, видите, оттянутые в острию. А краевые зубчики у него треугольные. Краевые зубчики у него треугольные. Цветок у него функциональный, мужской. На кусте образуется много соцветий. Устойчивость к активной извести по шкале Галэ. Он где-то 14%. Достаточно перспективный подвой, имея большую силу роста. Так как и на него привиты сорта, срок созревания немного ускоряется. Думаю, на нем можно будет смотреть и изучать. Четвертый подвой, который я хочу вам рассказать. Это берландерий репария СО4. Он находится у меня в другом месте. Давайте пройдем к нему и посмотрим. Следующий подвой, о котором я сегодня хочу рассказать. Это берландерий репария СО4. Выведен в начале 20 века в Австрии. Сила роста у данного подвой очень большая. Видим молодые листья у него бронзового цвета. Видим, вот они, молодые листья. Я думаю, камера сфокусирует. Бронзового цвета у него с паутинистым опушением. То есть есть опушение, то есть небольшие такие паутинки на поверхности данного молодого листика. Устик у него преимущественно состоит из трех частей. То есть в отличие от кобера 5ББ у него усик тройной. А между узлями у него до 14-15 сантиметров. То есть расстояние между узлами у него составляет где-то 14-15 сантиметров. То есть достаточно большой силы роста. Лист у него крупный, клиновидный. Видим, слабо расцвеченный, практически цельный. Листовая пластинка у него слабо гофрированная. Верхняя поверхность у него темно-зеленого цвета с редким паутинистым опушением. А снизу у него практически голая. То есть нету, то есть она чистая. Сверху есть небольшое такое паутинистое у него опушение. Зубцы на концах лопастей острые, продолговатые. То есть видим на концах лопастей, вот они острые, острые, продолговатые. А краевые зубчики у него низкие. Видим, краевые зубцы у него низкие. И чередующиеся очень мелкие с более крупными. То есть видим крупный зубец, два мелких зубчика. То есть один, два. То есть бывает крупный и мелкий зубчик. Они между собой чередуются. Цветок у него функционально мужской. И образует очень мало соцветий. Устойчивый к активной извести по шкале 17%. Чтобы вам было удобно идентифицировать между собой, сопоставить листья. Я отдельно фотографии в уголочке выложу. Чтобы вы смогли сравнить все подвои, которые сегодня я вам рассказал. Будем изучать данные сорта подвоев. Как-то экспериментируют, прививать. Как будут себя вести различные сорта на различных подвоях. Также я шкалу, при которой не наблюдается активный хлороз, рядом в уголочке выложу. Кому будет интересно, можете нажать на стоп-кадр и посмотреть. Это все, что я хотел сегодня рассказать. Всем пока. До новых видео.